Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутя. В соответствии с указом главы Республики Сахая-Кутя, который издан вчера, на территории Республики продлен режим повышенной готовности по 31 октября 2021 года. В целом, среди тех ограничителем мер, которые действовали до настоящего периода, введено ряд мер дополнительного характера, прежде всего направленных на ограничение осуществления массовых мероприятий, независимо от количества участников. В связи с чем, необходимо обратить внимание, что учреждения культуры, объекты спорта для населения продолжают работать в тех условиях, которые определены для них с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм по своим планам. Необходимо обратить внимание также, что не менее 50% работников к тех организаций, работники которых не относятся к лицам, для которых введена обязательная вакцинация, рекомендуется не менее 50% работников перевести на дистанционную форму работы. Кроме того, на настоящий момент, в связи с ухудшением ситуации, связанным с увеличением количества беременных, будущих мам, кормящих мам, соответственно, среди заболевших новой коронавирусной инфекцией, главой республики Саха-Якутия в целях их защиты рекомендуется перевод беременных без учета срока беременности на дистанционную форму работы. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, принятые и обозначенные указом главы республики Саха-Якутия меры направлены прежде всего для того, чтобы было достаточно легче, проще, спокойнее и уверенно работать нашим медицинским учреждением и защитить вас всех от новой коронавирусной инфекции. На территории республики за сегодняшний день зарегистрировано 215 случаев новой коронавирусной инфекции, 59% из них, 137 случаев зафиксировано в городе Якутске. 13 случаев, самое большое количество случаев зарегистрировано среди улусов в Мегино-Кангаласском улусе. К сожалению, Мегино-Кангаласский улус, несмотря на достаточно устойчивую тенденцию последних двух месяцев, последние три недели идет на достаточно высокий рост. В связи с чем оперативный штаб Мегино-Кангаласского улуса принимал решение по развертыванию дополнительных стационаров, в том числе и в интернатах образовательных учреждений. Необходимо обратить внимание, что сложной является обстановка в Амгинском-Вилюйском улусе, где зарегистрировано по всем случаям. Практически во всех случаях, а во всех улусах республики зарегистрировано от одного до шести случаев, по данным управления Роспотребнадзора республики. Чисто не без ковида, на настоящий момент остаются лишь только северные улусы республики. Необходимо обращать внимание на необходимость соблюдения всех норм. Но самое главное, на что я хочу обратить внимание, это сегодня внутрисемейные очаги. Для Якутии характерны большие семьи, и, соответственно, при том, если болеет один человек, то, соответственно, болеет и практически вся семья. Необходимо обратить внимание, что на особом контроле у нас крест Хаджай тампонского улуса, в котором непосредственно есть ситуация в школьном интернате. На настоящий момент дети находятся на обследовании. И, соответственно, все учреждения здравоохранения работают при контроле и мониторинге свободного коечного фонда и лекарственных средств в наличии. При возникновении вопросов по коечному фонду лекарственных средств в наличии, прошу обращаться на горячую линию Медздравой Республики. Продолжение следует...